Продолжение следует... 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 Главной новостью было назначение первым секретарем ЦК Компартии Чехословакии Александра Дубчика Прежде чем остановить свой выбор на Дубчике, генсек Леонид Брежнев в январе 68-го лично приезжал в Прагу Он целый день беседовал с каждым из 11 членов президиума ЦК Компартии Чехословакии С кем-то совсем коротко, с Александром Дубчиком несколько часов Тогда стало понятно, выбор сделан Это был не самый плохой выбор Дубчик 17 лет прожил в Советском Союзе Прекрасно говорил по-русски К Советскому Союзу относился хорошо Даже не очень хорошо, а даже подчеркнуто, так сказать, дружелюбно Реформатор Дубчик и его соратники стремились создать социализм с человеческим лицом В их планах было разделить Чехию и Словакию, объявить свободу слова, дать право на частную собственность, открыть границы Началась чехословацкая оттепель, пражская весна Чехословакия была самой благополучной из социалистических стран Полные прилавки товаров В магазинах, когда наши туристы приезжали, смотрели на это изобилие Некоторым у мясных магазинов становилось плохо, когда видели 18 сортов сосисек, продаваемых там Люди с восторгом принимали все изменения в стране Отныне каждый мог говорить, что думает и выбирать, как ему жить Оказалось, что люди хотят определенных изменений И ожидают улучшения своей собственной жизни А не только жизни в материальном словосмысле И жизни в духовном словосмысле Западные журналисты, приезжавшие в 68-м в Чехословакию Восхищались непривычной атмосферой свободы и солидарности Говорили, что это самая свободная страна Европы Социалистический строй при этом оставался неизменным Они не думали о том, что нужно изменить социалистический строй в массе своей Но они, естественно, воспринимали очень положительно вот этот глоток свободы То есть возможность говорить, возможность спорить, возможность на собраниях выступить И не ждать, что секретарь парткома скажет или одернет тебя На сцене государственных театров начали ставить запрещенные до этого пьесы драматурга Вацлава Гавела Ставшего впоследствии президентом Чехословакии Просветал один из самых прогрессивных чешских театров «Симафор» Созданный двумя актерами – Иржи Сухи и Иржи Шлиттер Ты мог прийти вечером в театр «Симафор», который создали Сухи и Шлиттер И услышать реакцию в их выступлениях на сегодняшние события Тогда впервые открыто заявили о фальсификации результатов выборов По радио звучала критика бывшего президента и первого секретаря партии Антонина Новотнова Многие журналисты на страницах газет из телеэкрана заявляли о недостатках чешского общества и самой идеи социализма Появились вначале отдельные, а потом целые движения за превращение Чехословакии в нейтральную страну Чтобы Чехословакия объявила свой нейтралитет и вышла из Варшавского договора Подобные высказывания не могли не вызывать раздражение со стороны советского руководства Большинство лидеров стран Варшавского договора утверждали, что в Чехословакии происходит контрреволюция Компартия не управляет страной Но глава Румынии Николая Чаушеску был против вмешательства в дела Чехословакии Руководитель Венгрии Яныш Кадр также считал, что Дубчик сам в состоянии справиться с нарастающим кризисом Без вмешательства извне, тем более военного Кадр помнил трагические события 1956 года, когда советские войска подавили в Венгрии народную революцию Тогда погибло несколько тысяч человек В феврале 1968-го в Прагу приехал Леонид Брежнев Он выступил на митинге перед десятками тысяч людей на Старомесской площади Говоря об изменениях в политической, экономической и культурной жизни Чехословакии Он произнес, это ваше дело Позже именно эту фразу, но уже применительно к советским войскам Растиражируют на плакатах и стенах города Брежнев не хотел военного вмешательства Он до последнего настаивал на дипломатическом, мирном разрешении конфликта Леонид Ильич нервничал Начались первые проблемы со сном Увеличилась доза снотворных препаратов Он переживал страшно вот чешские события У него первый раз я столкнулся, когда были чешские события Когда он вдруг на заседании политбюро, когда обсуждали Он вдруг упал, там все в страхе его вытащили Думали, что у него там кровоизлияние в мозг А оказалось, просто он принял достаточно много этих снотворных Ну и заснул, и вяло упал Летом 68-го солдату-срочнику Валерию Ганбарину И его сослуживцам, располагавшимся в Одессе, сказали Готовьтесь к передислокации Вашу дивизию направляют в Венгрию Меньше всех знали мы, солдаты Потому что нас всегда держали в неведении А вот те закарпатцы, вот те западенцы, как мы их называем Которые стояли за своими глухими высокими заборами Они, очевидно, четко знали куда Потому что показывали нам жесты, вот что нас ждет смерть То есть они показывали, что вот мы идем на запад И такими жестами недвосмысленно показывали, что вот смерть Границу с Венгрией пересекли 18 августа По стране следовали не останавливаясь За сутки проехали 900 километров В 3 часа ночи с 20 на 21 советские солдаты перешли Дунай В эту же ночь границу Чехословакии пересекли еще несколько советских дивизий А также войска Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии В считанные часы более 200 тысяч солдат и 5000 танков дружественных государств Заняли все крупные города Чехословакии На танках были нарисованы белые полосы Так отличали своих Мы сидели в посольстве Вдруг по телевидению, по радио В 3 часа ночи Призыв всем на улицу Протестовать всеми возможными методами Мерами против оккупации Против оккупантов Не крошки хлеба Оккупантам не глотка воды Рано утром 21 августа Жена сотрудника посольства Марата Кузнецова Ариадна Проснулась от страшного гула Муж в ту ночь так и не вернулся с работы Она выглянула в окно и увидела страшное зрелище Я в ужасе Потому что это впечатление Что сейчас нас будут или бомбить Или стрелять нас Или что-то еще Вот это непонятный гул самолетов над головой И первая мысль у меня Что это война Ну я как все женщины Бросилась в панику Схватила чемодан Стала бросать туда какие-то Самые необходимые для детей У меня один ребенок болел Сын второй Значит тут же Необходимые теплые вещи Чтобы выбежать на улицу 11 часов 27 минут Ян Петранык на русском языке Передает по радио Обращение к советским солдатам Он призывает их Не подчиняться командирам Своих соотечественников Он просит не применять силу А действовать хитростью Например снимать таблички С названием городов, сел и улиц И это сделала вся Чехословакия И потом было очень трудно Даже пришла такая мысль Что там где Плзень Надо было давать табличку Прага А что где Брно Там острова И все это было настолько перепутано Что действительно Это подломило возможности организации Это было очень здорово тогда Танковая колонна В которой находился Валерий Ганбарин Прибыла в Братиславу Им только тогда объявили Что они выполняют боевую задачу Там же Валерий увидел на стенах домов Антисоветские лозунги Он стал их записывать Знание польского Помогало понимать смысл Там были лозунги такие Что вот Твой отец в 45-м нас освобождал Что делает его сын Иван тебе не стыдно Иван возвращайся домой Маша ждет Или Маша с другим гуляет Вот такого Потом были лозунги С рисунками Там был нарисован Нефтепровод дружбы Из которого вместо нефти Выскакивали танки СССР зрада Предатели Брежнев, Гитлер Со знаком равенства Советская звезда Со знаком равенства Значит знак свастики Фашистский знак Основные события Развернулись в Праге Генерал Косенко Руководивший 35-й мотострелковой дивизией Получил приказ Занять мосты Через реку Вутава Генеральный штаб Здание Центрального комитета партии Телецентр и радио Взял батальон 10 танков Сам сел в танк И пошли к телецентру На подходе к целецентру Мы встретили Очень сильное сопротивление Во-первых Молодчиков Этих молодежи Вот Которые были вооружены Значит Стрелковым вооружением И такими Как бы вам сказать Ну Предметами Такими железными предметами Которые имели Конечность Очень острую А с другой стороны Значит Были Приспособления Для флагов Вот Под вилом флагов Они поднимали Флаги А потом Подходили к танку Пробивали бак С горючим Этим острым Концом Бросали Такую термическую Шашечку Она загоралась И танки Загорались Вот В одном Таком танке Значит И я горел Горящие танки С трудом Удавалось Тушить Приходилось Разбирать Мостовую Вытаскивать Булыжники И забрасывать Песком Огонь В это время Седьмой этажа По мне Целился Контрреволюционер Если можно так сказать И прямо бы Если бы попал То вот сюда И я готов А в это Дело в секунду В это время Заряжающий Выходил с танка Вот Только поднялся С люка И пулю Перехватил Ему плечо А я остался Жив Чехословацкая Армия Сопротивления Не оказывала Но в разных Районах Праги То и дело Раздавались Выстрелы Самое Страшное С чего Это началось На набережной Где Здание ЦК КПЧ Тогда Стоял Танк И Одна Чехская Девушка Узнала В лицо Танкиста И сказала ему Ты меня знаешь Ты мне Должен поверить Здесь нет Никакой Контрреволюции Мы только Хотим Демократию И побольше Социальной Справедливости И солдат Не выдержал И Своей Собственной Винтовки Расстрелил Себе голову У здания Радио На Виноградской 12 Происходили Самое ожесточенное Столкновение Прежде чем Захватить его Советские солдаты По ошибке Расстреляли Самое красивое Здание Города Танкист Дал очередь Из крупнокалиберного Пулемета По Главной Одной из главных Святынь Чехословатской Праги Это Национальный Музей Который Венчает Вацлавскую Площадь Красивейшее Здание И он провел Вот так вот Очередью По этому Зданию Конечно Там Он не мог Ничего пробить Но вот такие Дыры Не дыры А сколки Отлетели Само здание Темное Черное А тут белая Так сказать Штукатурка Обнажилась И вот Это Как Напоминание Значит Оккупации Чехи Долгое Время Специально Не ремонтировали Это здание В первые Часы вторжения Советские Военные Вывезли Из Праги Руководство Чехословакии Во главе С Дубчиком Исполняющим Обязанности Первого секретаря Компартии ЧССР Был избран Венек Шилган И начались Так называемые Московские Разговоры Да Но они Кончились Каким-то Принятием Документов О Размещении Советских Войск На территории Чехословакии Вся Чехия Не оторвалась От радиоприемников Это был Основной Источник Информации Каждый Мог прийти В специальные Пункты И как Корреспондент Рассказать О том Что происходит В его городе На его улице Тогда Глава Управления Связи В правительстве Чехословакии Карл Гоффман Издал приказ О прекращении Вещания На телевизионных Каналах И радиостанциях Карл Гоффман Он Бывший Директор Чехословакского Радио А интересно Что Когда он Был директором На радио Тогда Радио Процветало В своем Смысле Здесь были Лучшие Культурные Произведения Из того Все это Что сделал Хорошего Он Перечеркнул Тем Что Хотел Запретить Радио Вещания Свободной Чехословакии Позже В 2003 Году Карлу Гоффману Будет предъявлено Обвинение В измене Родине Его признают Виновным И осудят На 4 года Лишения Свободы В августе 68 Действие Гоффмана Чуть ли Не единичный Случай Саботажа В здании Радио Были захвачены И отключены Все студии Но об одной Не знал Даже Гоффман 16 часов 30 минут Ян Петранек Находится В единственной Пока не отключенной Студии Это студия Номер 7 Отсюда Беспрерывно Передаются Новости Об обстановке В стране Ну и здесь Налево Сейчас Это уже Духая дверь Была Самая важная Комната Чешского радио Здесь Центр Радиовещания В техническом Словосмысле Это Здесь Переключались Радиостанции Из южных Чехсеверных Запада Востока И отсюда Если бы Вот они Открыли Эту дверь И они Открыли Довольно Поздно Уже Наши Техники Со своей Смекалкой Смогли Все Так Сделать Чтобы Даже При испорче Главного Подхода Все Все Радиовещания Продолжение Продолжение Смекалкой Свет Потому что Если Там Будет Темно Так Просто Раньше Чем Они Туда Сунутся Они Туда Гранат Набросают А потом Кто Будет Все Это Починять Еще Тут Кто-то Нашелся Кто-то Вернулся Включил Свет Обрат На Эту Дверь Закрыли У которой Мы Стоим И Пошли По Домам Все Русскому По Происхождению Связисту Алексею Келину Пришлось Нелегко Именно Здесь На Ольшанской Улице Находилось Министерство Связи Сюда Приехали Советские Танки Захватывать Средства Коммуникации Однако Вся Связь Была Отключена Разобраться В технике Танкисты Не Смогли Единственным Инженером В Министерстве Говорящим По-русски Оказался Алексей Явился Большой Специалист Лейтенант Агапов Политический Какой-то Там Деятель Голубых Галифе С бритой Головой И он Очень думал Долго думал Это Было Всегда Видно Снаружи Потому что Он Приподнимал Фуражку И начинал Там Чесать Этот Наждак Что У него На Кай Растал С Такими Большими Шубовыми Эффектами После Этого Обязательно Вытаскивал Из Кобуры Пистолет И На кого-то Его нацеливал И к стенке И так далее Но И Значит Тогда Мы договорились Что Не надо Никого К стенке Ставить Если Даже Всех Расстреляют Дело Не поможет Особенно Себя От этого Не заработает Советским Солдатам Срочно Нужно Нужно Найти Место Откуда Можно Позвонить Алексею Сказали Чтобы Он Поехал С ними Будет Сопровождать В качестве Переводчика Ну И Минят Значит С автоматом Там Под ребра А ну Залезай Так Пришлось Залезать Конечно Залез я В этот Танк И Что же Делать Ну Так Поехали И Начали Делать Круги Вокруг Праги Так Чтобы Время Провести Как-то Когда Алексей Вылез Из танка И По-чешски Попросил У местных Жителей Позвонить Потом Еще Не раз Алексея Керина Жителя Праги Будут Обвинять В поддержке Советских Солдат Мой Старший Сын Воспитывался У моего Отца То есть У дедушки С бабушкой Говорил Раньше По-русски Чем По-чешски Но В 4 года Он был у меня Здесь В детском Садике Как раз Пришел 68 Год Парень Пришел Домой Весь В слезах Его побили В школе То есть В детском Садике Объяснили Что мол Из-за него Приехали Танки Все вы такие Русские Немазанные Такие Сякие И так далее Пришлось ему Объяснить Что за одного Битого Двух Небитых Дают Надо вернуться В садик По возможности Всех Обидчиков Отлупить И объяснить Мол Из-за Меня Танки Даже Приехали Из-за вас Даже на самокате Никто не появится Пошел Конечно Его там Выдрали Еще Более Сильно Основательно У него был фингал Под глазом Все цвета радуги И с тех пор Он возненавидел Все русское В августе 68 Василий Аксенов Отдыхал На Черноморском Побережье В Доме Творчества Писателей В Коктебеле 20-го Шумно Отмечали День рождения Василия Павловича Утром 21-го Августа Всех Огорошила Новость О вводе В войск В Чехословакию Все понимали Что это Конец Нашей молодости Конец Вообще Всех Надежд Мы так Стали шляться По Коктебелю По поселку Планерскому И везде Как-то Выкликали Какие-то Лозунги Такие В принципе Если бы Ну Я говорю о себе Если бы я был В Москве Если бы я знал Что кто-то пошел На Красную площадь Я бы конечно Присоединился К ним Евгений Евтушенко В те дни Активно выступал Против действий Советской власти В Чехословакии Написанное им Стихотворение Танки идут по Праге Не было напечатано В Советском Союзе Но широко разошлось По стране в списках Андрей Вознесенский Написал письмо В литературную газету Александр Галич Исполнил песню Баллада о чистых руках А танки идут По воцлавской брусчатке И наш бронепоезд Стоит у грачан Это был протест Это не просто политические дела Это дикий позор Для всей страны нашей Понимаете Люди, которые рассчитаны Которые на Западе думали Что Советский Союз Все-таки пойдет В каком-то другом направлении Он перестанет быть Такой страшной Тоталитарной державой Вдруг увидели Что это все зря Никаких надежд нет В Москве 25 августа 68-го На Красной площади Прошла демонстрация В поддержку Пражской весны Известные диссиденты Константин Бобицкий Лариса Богорас Наталья Горбаневская Вадим Делане Владимир Дремлюга Павел Литвинов И Виктор Файнберг Сели на парапет Улобного места И развернули плакаты За нашу и вашу свободу Позор оккупантам Руки прочь от ЧССР Этих людей называли по-разному Семеро смелых Великолепная семерка Семеро сумасшедших Я сама сделала два плаката Написала их гуашью На полотнищах Оторванных от детских пеленок Прикрепила их к палочкам И сделала чехословатский флажок И мы договорились встретиться Улобного места Ровно в 12 часов И когда мы туда подошли Я отдала плакаты Другим участникам демонстрации Среди них, например, Володу Дремлюгу Я даже не знала Себе оставила флажок И мы сели Вот это была идея, чтобы сесть Потому что до тех пор Очень часто проходили демонстрации Забирались случайных людей Наталья Горбаневская Пришла на демонстрацию Со своим трехмесячным ребенком Детская коляска Помогла в тот день митингующим В ней и были спрятаны Все заготовленные плакаты Так их удалось пронести На Красную площадь Это потом был очень аргумент Вот Горбаневская Не побоялась ребенка На площадь Это в частности был аргумент В пользу моей невменяемости Я же позднее была объявлена Невменяемой Ну конечно Сумасшедшая вообще Сумасшедшая мать Которая не жалко своего ребенка Демонстрация не продлилась и пяти минут Все семеро были схвачены Сотрудниками КГБ в штатском Их обвинили в групповых действиях Грубо нарушающих общественный порядок Суд приговорил Владимира Дремлюгу К трем годам лишения свободы Вадима Делане К двум годам и десяти месяцам Павла Литвинова к пяти годам Ларису Богорас к четырем Константина Бобицкого К трем годам ссылки Виктора Файнберга признали невменяемым И отправили в психиатрическую больницу Наталью Горбаневскую Также признали невменяемой Но оставили дома под надзором матери С 1975 года Она живет в Париже Первого секретаря Компартии Чехословакии Александра Дубчика Привезли в Москву Его часами допрашивали И заставили подписать соглашение Больше похоже на отречение От своих мыслей и надежд Дубчик вернулся в Прагу И зачитал его по радио Он был так раздавлен Что не мог говорить Заикался Прерывал фразы Бесконечными паузами Когда делегация чехословакских пленников Возвратилась из Москвы Тогда действительно Дубчик Поблагодарил за это сопротивление И сказал Что он никак не хотел предавать И не предавал Интересы чехословакского народа И ему это удавалось Выговаривать отдельные слова Очень с большим трудом Очень нелегко ему приходилось Поскольку он понимал Что он уже, так сказать, под колпаком Что ему будет очень трудно Сделать такую политику Чтобы удовлетворить Брежнева И чтобы удовлетворить то Что хотело чешское реформное движение 23 часа 30 минут Ян Петранык заезжает к себе домой Чтобы взять теплые вещи Он планирует всю ночь провести на работе Когда Петранык вышел из машины И направился к черному ходу своего дома Он встретил соседку Она сказала, что у подъезда стоит Волга В ней три человека И они ждут Петраныка За журналистом охотились Среди множества анонимных голосов Звучавших по радио в этот день Ян Петранык единственный назвал себя Это действительно Были самые тяжелые часы моей жизни Тогда мы понимали Что здесь кончается история Попытки свободного чешского государства Чехословацкого Но и не надеялись возвратиться сюда Но хотели все-таки что-то сделать Я думаю, нам это удалось Тогда в Чехословакию Входили войска пяти государств Но именно советские солдаты Вызывали особую ненависть у чехов Именно от русских этого ожидали меньше всего Только их восприняли как предателей К крепкой дружбе, длившейся десятилетиями Пришел конец Мы поехали Прага, Брно, Словакия На Братиславово В аграрных местах Так вот Приехали мы в Брно Нас охраняли Несколько человек Группа вооруженная Да, в зубов Там только что были собаки Но когда мы пошли на этого Брно-завод Это сброевка Которая оружие выпускает Там стояли наши войска Вот вводились Там столкновения были Нас повели по заводу Я пережил морально Я человек очень реагирующий на это всегда Рефлексивный, так сказать И они шли Нас по заводу вели И когда мы проходили мимо рабочих В том или в другом случае Они демонстративно Поворачивались Я извиняюсь Не спиной, а задницей К нам И все И не хотели разговаривать Случайно обвалившийся мост Жители Праги Немедленно переименовали В мост советско-чехословацкой дружбы Символами сопротивления Были песни известных композиторов Самая популярная из них Уходи домой, Иван Студенты Карлова университета в Праге Наотрез отказались изучать русскую культуру Заведующему кафедрой русистики В университете небольшого города Аламоуц Преподавателю русской литературы Мирославу Заградке Стоило немалых усилий Уговорить своих студентов остаться Мы тогда Собрали всех студентов Наша кафедра И сказали им Что мы против оккупации И что русский язык И русская литература С этим ничего общего не имеют И чтобы они остались И чтобы работали дальше Ну и они Ни один не ушел Самому Заградке Избежать исключения из партии Помогли влиятельные друзья Но его дочь не приняли в университет Напряжение между русскими и чехами Оставалось надолго В Аламоуце Советские военные заняли целый квартал Магазин для офицерских жен Школа для офицерских детей Здесь же располагался И штаб дивизии Валерия Гонбарина Местные жители Русских солдат не жаловали Я был сам свидетелем Такой сцены Просто шел я В районный комитет партии И там стоял солдатик И он мне сказал Пить можно Напиться можно А вот я сказал Почему? Вам не дали? А он сказал Нет, не дают Ну И Стоял он там Уже с утра Я туда шел Около двух часов После обеда уже Ну Тогда я зашел Так сказать К там Женщине Которая была У окошка там И сказал ей Дайте ему пить Ну она говорит Ну мне запретили С чехами Которые сочувствовали Советским солдатам Расправлялись Свои же К Валерию Гонбарину И его товарищам Каждый день Приходила чешская девушка Она жалела Полуголодных Уставших солдат И приносила им Еду Эта девчонка Значит к ним приходила А потом она не появлялась Где-то сутки И пришла Обритая наголо То есть вот это Вот местные эти Ну я даже не знаю Как их называть По нынешним понятиям Конечно они вроде бы Демократы Герои А по тем временам Конечно они были Для нас они были врагами Они поймали эту девочку Вот избили ее И Побрели на лысо Валерий Гонбарин Провел в Чехословакии Почти год Солдаты находились В постоянной Боевой готовности Даже во сне Не расставались С автоматами Он уже тогда Начал писать книгу Большая часть Армейские дневники Один из самых страшных Моментов Которые Валерий Описал Произошел весной 69-го Смотрели мы хоккей Вот смотрели мы хоккей Болели конечно За наших И наши продули И вот когда мы Проиграли вот этот Последний матч Тут началось Невообразимое Потому что Была объявлена Тревога Значит казармы Были окружены Со всех сторон Воющими Зажженными фарами Машинами Они стояли Вот просто поперек В окна казарм Летели камни Стекла Разбили Естественно Все По коридору Передвигаться было нельзя Объявили тревогу Мы должны были В оружейке Получить оружие Боекомплект Мы туда ползком Добирались Тогда в Стокгольме Проходил чемпионат мира По хоккею К предстоящей встрече Щехословацкой сборной Советские спортсмены Готовились Не только физически С нами Проводилась Беседа Чтобы мы Вели себя достойно Не отвечали Ни на какие Провокации Если говорить Что меня это удивило Когда мы приехали Это удивило Ну ладно Там болельщики Там иммигранты Разных стран Оскорбляли нас Обзывали оккупантами Там и все прочее То удивило Сами хоккеисты Чешские игроки Заклеили изолентой Звезды на своей форме Плевали в спину Советским хоккеистам А болельщики Сборной Чехословакии Скандировали Обидные оккупанты В финале Эти команды На чемпионате мира В 69-м Не встретились В отборочных играх Хоккеисты из ЧССР Дважды обыграли Советскую сборную Чешские болельщики Ликовали Их лозунг звучал так Вы нас танками Мы вас шайбами Чешский хоккеист Яромир Ягр Звезда НХЛ В этой игре не участвовал Он родился только Через три года Но в память о событиях Августа 68-го года Тогда погиб Дед Яромира Он выходит на лед Под 68-м номером 16 января 69-го Через полгода После советского Военного вторжения В Чехословакию 20-летний студент Карлова университета Ян Палах Облил себя бензином На центральной площади Праги Акт самосожжения Был протестом против цензуры В тоталитарном государстве С сильными ожогами Ян был доставлен в городскую клинику Через три дня он скончался Он не мог смириться С прагматизмом генерации своих родителей Ему очень не понравилось Так как и всем молодым людям тогда Что родители очень привычно Очень быстро смирились И с оккупацией И начали очень даже охотно Сотрудничать с новыми властями Приспособились Времени и так далее И он хотел просто каким-то образом Встряхнуть нацию До апреля 69-го Александр Дубчик формально Прибывал на посту Первого секретаря ЦК КПЧ В 70-м он был исключен из Компартии Лишен статуса депутата И отправлен на работу в лесничество Так закончилась пражская весна Началась так называемая нормализация Всюду выслеживали, подслушивали Стучали, преследовали, увольняли В эмиграцию выброшены тысячи людей Интеллектуальная элита чешского народа Писатель с мировым именем Милан Кундера Поддержал пражскую весну После августовских событий Ему запретили преподавать Его книги были изъяты Из всех библиотек страны Вскоре Кундера получил Французское гражданство Его культовый роман Невыносимая легкость бытия О судьбе чешского врача На фоне событий пражской весны Отчасти автобиографичен В кадры кинохроники, использованные в фильме Случайно попал и Ян Петранов Он, как и многие диссиденты На долгие годы был лишен возможности Заниматься любимым делом Два года скитался Без возможности любой работы Ну и после всего Нашлась все-таки работа Качегара 20 лет на предприятии Которые готовят шины Самое страшное, что Вообще вся эта советская оккупация Она украла у целого поколения Можно сказать, у двух поколений людей Молодость и самый разгар сил Мне было тогда 40 Под 40 годик Годик один А когда вот все этот кошмар Закончился, мне было 60 Во время вторжения советских войск в Чехословакию Погибло больше 100 человек Ранено около 1000 Число жертв политики нормализации Исчисляется сотнями тысяч В апреле 69-го Советским руководством на пост Первого секретаря ЦК Компартии Чехословакии Был назначен Густав Гусак Он отказался от большинства реформ Своего предшественника И восстановил жесткую систему Политического контроля Это был режим Полностью устраивающий Москву Советские войска находились Почти во всех городах Покинули они территорию Чехословакии Лишь после распада СССР Журналист Ян Петранек 21 августа 1968 года Запомнил на всю жизнь В мельчайших подробностях После работы кочегаром Он ушел на пенсию Но его голос по-прежнему звучит на радио Как много лет назад Жарким августом 68-го Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...